Всем привет, с вами Игорь. Сегодня я покажу, как я утепляю окна на зиму. Утепляю я их вот такими вот рамками. Сейчас дальше отойду. Это кусок поликарбоната сотового. Вот такого. Вот он. Видно, да? Однокамерный. Толщина 10 мм. Вот этот кусочек у меня остался. Показываю на нем. И этот поликарбонат я вставил в такую вот деревянную рамку. Тут на саморезах оно крепится к окну. Это я только что снял с этого окна. Прикручивается. У меня окна деревянные. Можно прикрутить саморезом. И тут в рамке у меня такой вот... В дереве выбирается такой пазик. Видно, да? Туда вставляется поликарбонат. Везде вот здесь вот бруску. А тут вот, вот тут пазик такой. Туда он вставился, тут наделся. Рамка прикрутилась к окну. Вот. И все прекрасно держится. Вот на том окне еще не успел снять. Сейчас буду снимать. Тут уже снял. Ставлю я их осенью. Когда уже похолодает так, что уже прилично надо отапливаться. Тогда я их ставлю. И весной. Вот сегодня 5 апреля. Кажется, 5 или 4. Не, по-моему, 5. Вот. Я их решил снять. Уже как бы тепло. И холодов там особо таких не показывает. Не передают. Они уже как бы не нужны. Пользуюсь я этими рамками. Ставлю и снимаю. Я их уже 5 год. По-моему, 5. Прозрачность. Вот говорят многие, что прозрачность уменьшается сильно. Через время. Ну вот смотрите. Вот прозрачность. Вот моя рука за поликарбонатом. Такая, по-моему, какая была прозрачность. Такая она и есть. Вот. Пожалуйста. Видно руку мою всю в деталях. Вот. Видите. За поликарбонатом. Никакая прозрачность. Она, ну... Я бы не сказал, что она уменьшилась. Или там он помутнел. Единственное, что надо брать, ну, более-менее качественный. Такой плотный. Вот. У меня вот этот поликарбонат, он такой, видите, довольно жесткий. Его так сильно и не продавишь. У него и стенка толстая. Вот. И вообще он такой довольно-довольно жесткий. Плюс у него есть одна сторона стабилизированная от ультрафиолета. Вот. И этой стороной надо ставить обязательно наружу, к солнцу. Вот. Не наоборот. Иначе у вас он будет гореть тогда и мутнеть. Ну, и, конечно, смотреть, выбирать, чтобы сам поликарбонат был тоже хотя бы с одной стабилизированной стороной. Ну, не брать самый дешевый просто. Там, какие-то средние хотя бы взять. Окна у меня получаются с тройными стеклами. Вот. Я думаю, видно, не видно. Ну, вот здесь одно. Потом, а там, где посрединке силикон второй и третий. Три стекла. Плюс между стеклом и самой рамкой воздушная прослойка. И плюс еще в самом поликарбонате тоже воздушная прослойка. Поэтому получается очень тепло. Заметно теплее вот с этими рамками. Заметно теплее в доме, чем без них. Это я вам говорю уже как пользователь. Реально ощутимо тепло. Даже стекло с внутренней стороны зимой, оно уже практически не холодное. Оно такое на ощупь комнатной температуры. Я не устану повторять, что для нас, альтернативщиков, это самое первое, это утепление. Утепление домов, энергосбережение. Иначе вся эта альтернатива, тепловые насосы, ветряки, солнечные панели, они практически теряют смысл. Если у нас все тепло, которое мы так дорого получили, и с такими трудами улетучивается через неутепленные окна, потолки, стены и так далее. Тут у меня, кстати, пенопласт, 50-ка приклеенный. Так что еще раз говорю и всегда буду говорить, самое первое, это утепление наших жилищ. А потом уже вся эта альтернатива. Тепловые насосы, ветряки, панели и все остальное. Потом даже вам может и не понадобиться при хорошем утеплении так много энергии, например, для отопления. Если вам надо сейчас при неутепленном доме 10 кВт, то может быть, когда утеплитесь, его 5 кВт понадобится, а это намного меньше надо будет мощность теплового насоса, например, или кондиционера, или там панелей солнечных, коллекторов или еще чего-нибудь. Ну вот, короче, такие вот рамочки. Ну, немного такое видео не вовремя, на лето, так сказать. Но зато, кому понравится такой вариант, можете до зимы себе сделать такие рамки, вставить поликарбонат, и я же говорю, реально увидите, насколько будет в доме теплее. А прозрачность, она никуда не теряется. Вот уже пятый год, пожалуйста. Рука моя видна, но никакого помутнения я не вижу. Вот как-то так. Ладно. Если у кого-то какие-то вопросы возникают, поэтому пишите в комментариях или советы какие-то. Все, всем пока.